И всем привет, ребят, с вами Сарбанки, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен обзору нашего нового Легаси Шафта. Я вчера поздно вечером получил наконец-таки 3000 звезд, и сегодня рад вам представить этот замечательный скин. Впервые сам его одену за столь долгий период времени. Последний раз я на нем играл где-то, наверное, в году 2013, и то я бы не сказал, что я был суперлюбителем Шафта, поэтому в принципе я на нем особо сильно и не катал. Но сегодня мы вместе с вами скатаем на этом скине, посмотрим на что способен Шафт в нашем матчмейкинге на сегодняшний день. Ну и плюс сыграем, я думаю, что на устройстве триплете в осадочке дефолтной на нашем Ареса Шафте. Когда-то, где-то около месяца, наверное, назад это вооружение было суперкрутым, суперэмбовым. Посмотрим, что оно покажет в матчмейкинге на сегодняшний день. Ну и подробно, конечно же, у нас будет сегодня кризис. Так что давайте одевать нашего Легаси Шафта. Еще одна Легаси линейка у нас закрывается. Ну и сочно, ну сочно. Ну еще бы арест бы у меня бэкстишный был бы, ну была бы вообще сказочка. Но, к сожалению, у меня его нету. Ну и давайте ко всему этому делу оденем уже ветеранчика, чтобы это выглядело еще поинтереснее, еще поаппетитней. Ну и отправимся в бой. Посмотрим, что покажет наше замечательное вооружение. Но выглядит прям очень круто. Если, например, взять с того же Викинга. Викинга Шафт. Ух, как хорошо смотрится. Можно еще Хантера посмотреть. Легаси, хоп. Хантера Легаси. Диктатор Легаси. Ну просто бодряк. Но очень хорошо. Прям выглядит прям супер сочно. Но сегодня мы скатаем на аресе. Эту замечательную Легаси линеечку мы оставим на какой-нибудь другой период времени. Так, ну и пикаем осаду. Смотрим, куда она докинет. Я даже не смотрел, что у меня тут сегодня по заданочкам. Может быть сейчас еще получится выполнить заданки. Захвати точки. Окажись в команде победителей два раза. И войди в тройку победившей команде один раз. Хорошо. И теперь можем сделать. Если сейчас все звезды сойдутся, то мы, может быть, две заданки из трех выполним. А если взять поменять эту заданку, то может даже и три выполним. Главное, что нас сейчас закинуло не на супер большую карту. Где мы сумеем показать контентовый результат. Ну, Шафт, конечно. Супер сочный. Супер. Мне нравится. Мне нравится. Я хоть и не любитель, как говорю, этой пушки. Но скины Легаси, это, конечно, лучшие скины, которые есть в нашей игре. Чтобы мне что ни говорил, что там, типа, там Легаси не очень лучше, там, ультра, лучше праймы, там, лучше СП эти скины. Нет. Ребят, поверьте мне, лучше, чем Легаси скины, чем старые вот эти вот замечательные контентовые. Я, ну, я не знаю лучше скинов. Серьезно. По моему мнению, лучше скинов, чем Легаси в нашей игре нет. И это даже не к сожалению, а к счастью. Потому что, ну, все те ребята, которые играют в нашу игру на протяжении долгого периода времени, они все эти скины в своих гаражах видели уже. И сейчас, когда они возвращаются в виде уже Легаси скинов, это, конечно, выглядит очень и очень достойно. Так, только у меня что-то почему-то в катку не забрасывает. Походу, у меня какой-то произошел баклак. И меня не хочет закидывать в бой. Может мне пикнуть тогда быстрый боёчек? Если у меня сейчас быстрый боёчек не запикается, то придётся быстро на паузочку втушить. А, нет, ну всё закидывает. Просто осад, походу, нет у нас на сегодняшний день. Поэтому сейчас быстренько тушанём что-то контентовое, контентовое. Не знаю, что нам предложат, конечно, матчмейтинг. Может здесь будет не супер крутой какой-то режим. Но вроде как лагов у нас сегодня не было. Так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, куда меня закидывает? Пептить, колотить. Так, и что-то у меня по звуку чересчур громковато стоит. А почему у меня так громко звук стоит? У меня же на стройках вроде как немного стояло. Ну ладно. Это как-то мне показалось, что очень громко звук. Ладно, по карте у нас не очень, скажу вам честно. По карте у нас не очень закидывает. И как мы будем сейчас здесь увозить и реализовывать нашу торпеду, я особо сильно не знаю. Но будем пробовать, будем стараться. У меня почему-то звук стоит якобы нормальный, дефолтный. Но что-то мне подсказывает, что это не дефолтный звук. Да, вот. У нас настройки всё-таки слетают. А я думал, что настройки не слетают. Оказывается, не всё так ровно по ним. Так, пытаемся увозить сразу быстренько на нашем аре-сике. С кризисом улетаем. Даже на такой здоровенной карте. На бэмбэмсике. Просто чисто. По красоте. Ну, резистов от шафта, конечно, дай бог каждому. Я не знаю, зачем столько резов. Сейчас от шафта у нас в матчмейкинге имеется. Но, в принципе, триплетик даже может быть против такого большого количества резистов. Будет себя показывать! Ну нет, только не говорите, что это возврат. Ух, я уже испугался, что я привёз флаг на доставку и его вернут. Если бы его вернули, было бы прям максимально грустно. Но, благо, не вернули. Это уже не может не радовать. Так, быстренько одного бойца схавали. Три выстрела есть. Два я, конечно, в молоко втушил. Ну, а третьим добивочку не оформил. Так, ну ладно. Первая доставка есть. Хорошо. Едем дальше. Нам надо опять закатывать через лево. И стараться улетать. 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 Ой-ой. Посходочку-то мне отключать не надо на своей замечательной теслочке. Дайте мне чуть-чуть возможности хоть. В рамках этой катки. Дайте возможность хоть что-то сделать. Надо ещё посмотреть, может быть резист поменять. Новая пушечка там накидывает. Тоже бэмбэмсит урончик. Наши тут типочки дефят. Кто-то, кстати, этого шафта уже давным-давно получил. А я, видите, в связи с тем, что уезжал туда-сюда, сумел забрать этот замечательный скин только сегодня. Поэтому немножечко больше времени у меня лично на это всё дело понадобилось. Но ничего страшного. Карта, конечно, не супер подходящая для такой торпеды. Может быть мы ещё по ходу этого боя здесь поменяем. Так, куда-нибудь торпедочку тушим. Кто-нибудь, чтобы она хоть дала. О, ещё голдик был здесь. Можем было ещё и голдосик забрать, если честно. Ну ладно, ничего страшного. Погнали в тушим. Попробуем овердрайв. Нет, к сожалению, меня сливают. Не успеваю подняться. Ну я даже, если честно, не знал, что сейчас в матчмейкинге такое безумно большое количество резистов от шафта используют игроки. Зачем им столько резов, я фиг его знаю, если честно. Я бы такое большое количество резов на их месте бы не использовал. То есть, как по мне, столько шафтов у нас нету в игре. Так, через эту стенку на центре у нас не залетит выстрел, правильно? Так, а куда мы можем втушить? Куда мы можем втушить, чтобы оно залетело прям вкусно? По идее, я могу заехать на вражескую базу. Наверное, урон, конечно. Суперкислый, когда есть дистанция хоть какая-то. Криты, конечно, хорошие. Но такую тушёночку прям сделать контентовую крайне сложно. Крайне, крайне сложно. Так, я бы хотел куда-нибудь запустить бы этот шарик. Интересно, полетит он наверх, если я поймаю в радиусе противника? Но, в принципе, на него наводочка сработала, да? Значит, шар, по идее, должен лететь в него, да? Да, всё чётко. Летит чётко в цель. Но я никого не зацепил, к сожалению. К сожалению, никого я не зацепил. А думал, что будет неплохой контентовый урончик у нас. Так, угол есть? Есть. Но как мне здесь бэмсануть ещё против новой пушки? Я фиг его знаю. Когда типы так дефят, крайне тяжело что-то сделать. Ну и там на заходе, конечно, если бы у меня бы шарик был бы, это было бы тоже неплохо. Там за счёт шарика можно было бы тоже попробовать киллов бы натворить. Поэтому я и хотел сыграть на осадочке, чтобы полноценно проверить эту комбинацию в рамках ТТФ боя. Ещё и такой здоровенной карты. Что-то сделать тяжеловато, к сожалению. Ой, пичку успел доизвать. Нормально. Не застопила меня торпеда. Так, и пробуем быстро забрать этого викинга. Хорошо. Есть контактик. Есть контактик. Ещё бы одного забрал, было бы вообще великолепно. С лечением у нас 10 киллов уже дал. 10 к 1 стоит на хилинге чистом. Контентовом. Нам надо овердрайв. И попробовать этот овердрайв впустить под УОЗ. Может быть получится что-то реализовать. Если получится, то будет круто. Так что надо действовать. Хорошо. Тычки залетели вкусные. Так, добавочку по викингу. 90% овердрайва у меня уже есть. Так, и теперь надо чуть-чуть пожить. Чуть-чуть пожить. Диктатор раздаётся. Но я не живу здесь, к сожалению. Чуть-чуть пожить мне не дали. Но там овердрайв можно прям очень хороший запустить. Я уже прям вижу цель контентовую, с которой можно сыграть и неплохо дать и по киллам, и потом попытаться сразу увести. Так, у вас пика сливаем за три выстрела. Мамонт прожимает овердрайв. Наш паладинчик тут тоже валит по тихой грусти. У мамонта овердрайв есть. Так. Паладинчик свой овердрайв прожимает. Так. И... Тушим шарик. Бэмсим шар. Шар в шар. Залетает. Один прожимает и другой прожимает. Ну и наши тиммейты, я так понимаю, что не увозят. Ну типочки свои шары начинают прожимать. Я, конечно... Не удивлён. Ладно. Ничего страшного. Давайте попробуем ещё один заходик оформить через правую зоночку. Здесь, в принципе, если на широчайшую выйти. И потом... Ну, кстати, чего у нас по угрозу, по-моему? Ну ладно. И потом на киллы упасть. Можно, наверное, постараться ещё и увозик здесь сделать. Конечно, в теории это... Всё выглядит попроще, чем на практике. Так. Ну одного мы сбрили. Хорошо. Полный баллон накопили. Нулевый урон у этого мамонта пропал. Быстро его сбриваем. Так. Следующий аппаратик. Ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише. Блин. Ну ладно. Грамотно сыграли. Не дали, чтоб я здесь разыгрался. Разогнался. А, мы ведём ещё и по счёту, оказывается. О-о-о. А я думаю, чё наши тиммейты так сильно дефают? Оказывается, тот первый флаг, который я привёз, он пока что ещё и роляет в нашу сторону. Так, мне надо было тоже, наверное, дефать тогда. Не? Раз у нас этого флага вполне достаточно, чтобы выиграть катку. Но я-то человек простой, я хочу ещё увезти. Одного в моём понимании маловато будет. Надо ещё постараться поставить, если такая возможность имеется. Так, попробуем сейчас накидать. Ещё домашки вкусные. Забрали ещё одного бойца. Так. А здесь уже у этого молодого появился овердрайв. Конечно, на такой здоровенной карте. Я думаю, что с Скорпионом можно неплохо киллы давать. Конечно, у него не сказать, что хорошо получается. У него только 300 очков, 16 киллов. У меня на шафте это киллов больше, чем у него. Но если аккуратно и грамотно раздаваться, то я думаю, что можно свои киллы набемсить. Можно свои киллочки набемсить и быть в этом плане суперполезным. Поэтому такая карта хорошо подходит. Так, одного сливаю. Нам надо сейчас быстренько вот здесь вот такой овердрайвик прожать, чтобы набрить всех. Отлично. Овердрайв срабатывает. Правда, у меня нет аптечки. Правда, у меня нет аптечки, но уничтожить я уничтожил довольно большое количество оппонентов. Ещё с тем раскладом, что они там раздают мины и пытаются дефить. Правда, я не знаю, что они дефят. Ну серьёзно, я не знаю, что они дефят. Они летят по счёту, и они все стоят в дефе. Смысл от того, что они стоят в дефе, я честно не знаю. Если вы и так проигрываете, у вас ничего хорошего в катке не получается, зачем вы дефите? Зачем? Для чего вы дефите? Это он мне сводку втушил? Да. Ну хорошая попытка. Дистанция-то маленькая. Дистанцион-то маленький. Такой дистанции он мне особо никакого урона не нанесёт. Так, ваншотик по харьку залетает. Ну и нам было бы неплохо постараться. Ещё одна сводочка. Она бы тоже до цели, я думаю, что не долетела. 40% овердрайва. Мне нужен овер. И ещё одну попытку сделать через право на заход. В принципе, эта попытка бы увенчалась бы успехом. Скорее всего, если бы у меня ещё была аптечка. У меня просто аптечки в том моменте не было. А так бы могло бы вообще очень вкусно залететь. Расходочку мне отключают. Тычки, тычки. Нет, не добили. 50-ка киллов. Для такой здоровенной карты. Ну, наверное, не такой плохой результат. С тем учётом, что противник ещё и так дефует. И ещё такое большое количество резистов. От шафтецкого здесь имеется в бою. Криты, конечно, у этого шафта прям супер вкусные. Прям супер вкусные и супер хорошие. За счёт этих критов можно очень большое количество пользы принести. Так, главное, чтобы у нас противник не увёз флаг. Главное, чтобы мы сейчас эту каточку здесь не слили. Я, если что, страховочку сделаю. Если вдруг в этом необходимость будет. Вроде как наши ребята нормально дефают. Вроде как у них и без моей помощи. Всё получается. Если у них получается, то я могу пробовать заходить на вражескую базу. И стараться увозить флажочки. Так, вот этого забираем бойца. И тушим овердрайв. Тушим овердрайв. Ага, овердрайв залетает. Но хантер меня заступил. Печалька. Печалька, что он меня заступил. Ещё и шарик на обратку залетает. Вкусный. Ну ладно, ничего страшного. Пойдёт. Две с половой минуты. Может быть мне даже чуть поаккуратней сыграть. Хотя у наших тиммейтов вроде как тут тоже всё неплохо. Вроде как противника шансов и нету как таковых на увоз. Там пару человек пытаются заходить. Но они по большей части даже сами дефят. Вот этим мне очень сильно не нравится матчмейкинг. Что здесь типы не заинтересованы в победе. То есть их ничья, поражение. И всё равно это устраивает. Потому что сейчас матчмейкинг распределяет кристаллы в зависимости от того, насколько вы набили большое количество очков. То есть от ваших очков зависит то количество кристаллов, которые вы заработаете. А вот если сравнивать например с пробитвами. То в пробитвах. Если вы и заработаете большое количество очков, но вы проиграете бой. То ваш коэффициент кристальный за катку будет крайне крайне маленький. По соотношению с тем, что сейчас есть в матчмейкинге. Это где-то 60 на 40 в пользу победившей команде То в пробитвах там бывает 80 на 20, 75 на 25 То есть вы значительно меньше получаете Даже если вы большое количество очков набьете и все равно проиграете бой Та команда, которая выиграет, получит значительно больше, чем вы И это, конечно, прям очень-очень хороший, даже я бы сказал бомбический плюс С точки зрения того, что надо играть на победу А здесь, ну, типы просто в этом не заинтересованы Они стоят в дейфе, хоть и проигрывают по счету И их все устраивает Да, и не будет там какой-то большой разницы по кристаллам Когда мы сейчас выиграем эту катку Между тем, сколько получит, например, первый с команды противников Да, то есть он там получит на 1000 меньше Но в целом его это будет устраивать Так, сводочка почти по мне залетела Ну, а расстояние, конечно, если сближать, то его сводка Работать никаким образом уже не будет Так, обкаточку делаем 90% овердрайва у меня уже есть Пробуем сейчас разыграть через право Меня расход по МКД бросают Ну, я хотел бы Право раздаться Еще разочек, как раз у меня еще один овердрайв будет Ну и победочка, я так понимаю, что в нашем кармане есть Так, кстати, у нас с лечением набрал 700 очков в закатку Я с аресиком и шафтом на триплет заработал Почти столько же, сколько и он Так, ластовый заход от нашего противника Но он уже точно не успевает У этого ареса овер есть Ой-ой-ой-ой, нифига там мин Ну ладно Давайте тогда просто пустим Сейчас овердрайв куда-нибудь Не знаю, залетит он вот туда, если я его пущу А уже времени нет Ну ладно Главное, что мы выиграли Победочка в нашем кармане Ух, ничего себе, 9 тысяч за такую катку дали Но противник взял шестерочку Ну да, за счет того, что большая карта Конечно, здесь кристаллов дают супер вкусно Ну что я могу сказать Шахт, но просто легендарен Просто мне этот скин безумно нравится Пишите, что вы думаете по поводу Нового шафта Легаси Если вдруг у вас еще его нету И вы хотите и думаете там Брать его или не брать С точки зрения именно самого скина И вы любитель шафта То я бы на вашем месте 100% взял Потому что мне скин Подобуется Очень хороший Контент Красивый Мне нравится Поддержите это с лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну и также не забывайте про тег Создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте Кима личный тег Это тег тимп Устанавливайте его Участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов И на 30 тысяч танкоинов Вся информация по розыгрышу Есть в описании У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok